доброго времени суток всем с вами россии мой товарищ the dog father всем здравствуйте и мы начинаем то чем мы продолжаем и точнее начинаем вновь играть в игру ром total war 2 импер и радишен и мы начали играть за новые фракции потому что старое сохранение были потеряны и в принципе мы начали играть заново я играю за каких-то дед или гетов саша играет за адрес к и царству короче адрес там адрес то будут у меня есть шесть копеечков 4 избранники бандиды 4 дебила короче герой герой не знаю пускай он пойдет туда подожди где ты вообще ты находишься ага одессоус я прям я прям к черному морю выхожу да одессоус я понял тебя так ладно значит 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 они как я понимаю могут пойти только через эту дорогу поэтому я сразу взял дошу я думаю что ты сразу дипломатию глянь с кем ты там войну видишь саша прав ты прав так сначала нужно выбрать технологии технологии мы выберем мы выберем или общество что это доходит усадьба с выпасом доход от земли не опросили херень какая цена ладно наверное возьму наверное возьму военную эту хочу тебя исследовать так дипломатия значит а пулы и адрес к я царство со мной в союзе ну в хороших отношениях бастарны ну такси я хочу сразу с ними торговое соглашение торговое соглашение они мне предложили договор не нападение ну в принципе ладно это кто это тебя пулы до страны я хочу торговое соглашение еще раз пожалуйста слушайте вы че наглый что ли вы че торговое соглашение и при этом я вам даю я вам даю еще 200 копеек а 320 ладно давай так давай тогда короче я боюсь с котиары это где вообще это вот бьет ты сверху короче по страну бастарные туда и справа как они с тобой короче в одном этом море в этом короче а котиары вижу вижу а так со всеми у меня в принципе между жвачка кроме скоро диски три баллы македония а так вообще со всеми дружу ну короче сейчас я последний раз я тут уже себе наметил короче захват территории хочу свою область объединить лишь нажимаешь на мой город и там снизу получится список городов сейчас сейчас подожди я пытаюсь этого пульма пункте в обидельность этого козла понимаешь ты бы кстати тоже объединил бы область даки прикинь я даю ему 600 копеек он не хочет нет так можно мы тысячу дать но я что-то куплю не надо не что-то у него покупаешь не понимаю я торговлю да я хочу чтоб он сама торговал просто то есть ну нормально же общались вот и мне предложить торговлю а у тебя че нету с тобой торговли ну я не знаю я пока дипломатча не могу открыть решить право прохода разрывать договор разорвать сашки у нас все красиво сейчас я попробую священе еще а я священе торгую батюшки еще взяли не может торговать потому что у меня нету торгового пути может торговать так я ни с кем не торгую я с апулами торгую я выбираю и с тобой торгую нет я не могу торговать потому что мне нету торговых путей на у меня как обычно есть да ладно значит я хочу я хочу солдат нет я хочу себе что-то построить ты смотрите минуту осталось хозяйство зерновые поля пища рост заход заход от земледелия копейщики воины а тут что мы можем мастерская бронзовых изделий мастер рогов нет я хочу построить поле поле русское поле все я построил нет стоп я хотел еще в войск себе сейчас нанять отряды вы кто серпоносцы блять какие-то дебилы блять варвары какие-то блин когда уже будет нормально ребята спортивные как бы с нормальным оружием я не знаю кого сделать короче пускай это будет вот так от балды просто потому что что такое как я не следу никаких технологий в смысл мясо 24 секунды господи 24 секунды блин как как что куда снизу список видишь все желтая такая хернюшка горючая справился ну слава воду так а что тут тебя вообще по войску не придется как бы своими варварами терпеть защищать я надеюсь а подожди а я к тебе вообще могу перебраться что это за лодочка между нами видишь да да вижу вижу то есть это лодочки были перебраться да можно перебраться поэтому мы походу и не можем торговать из-за этого это очень печально мне это очень не расстраивает а вот эти козлы с бастарна и не хотят со мной торговать могли бы мы могли бы золоте друг друга расстроен так мне тоже надо поторговать с кем-нибудь а что-то у тебя короче монетки потом скрученная дуля и этот и ну вот на город война водишь какие монетки как доля доля это моя религия у тебя кстати тоже вот да нажимаешь подробности и там написано о культуре это балканская культура значит культуре культура дули и ну реально пона как бы я смотрю думаю монет до доля и как бы недовольное лицо думу конечно недовольная денег мало монетка иду 4 дальше то хочет мы так с тобой в мире уже не пиши меня я понял не пиши надо же как-то обязательно назвать армия как-то папа сна здесь и не что они не хотят со мной вообще разговаривать могу с котиары кстати он оливия не хотят пробовать нет котиары не хотят ну как и мере хотите торговать нет кто них с македонии не будут торговать почему а я с ними войну буду вести с македонии войну да но я хочу в свою область вот эту фракию одним единым монолитом сделать ну вот я нажимаю на свой город сверху написано фракия например у тебя написано даке 7 и петродаву а мне надо пульпу деву вниз и анфеин захватить никто не хочет короче саму торговать я собираю армию я понял все это жестко то есть мы как бы сразу будем как бы бить в очередь черкота тянуть за яички за яички в общем я не знаю я готов я чувствую что смотри-ка тела говорит право прохода дай мне не давай не ведут меня пиздить я тебя говорю не давали что он с македонии воюет а полно предлагают мне они договора не нападение насколько же это не навсегда правильно да потом можно отменить ну если ты конечно нарушишь ну то там будет дипломатический штраф если ты раньше времени нападешь ну то есть все фракции тебе будут относиться с презрением некоторые будут разрывать торговые отношения туда-сюда кто-то войну может я хочу короче вот этих склонить опять я опять буду сейчас работать над этими значит пацаны я вам предлагаю только сегодня только сейчас торговая вероятность успеха низкая на тебя еще за деньги даю 600 копеек низко пошли в баню я вас я первым захочу андон и саша ты свидетель все свидетели кто потом будет смотреть видео если будет смотреть я хотел по миру заключить с ними я хотел как бы мир дружба жевачка сделать но нет они меня вынудили сами я вот прям сейчас делаю сильное варевое решение вот прям вот так вот вот так вот сейчас вот прям и вот перекину своего вот сюда а то есть это показывает что я настроен крайне серьезно и не надо шутить со мной вообще так что такое пост перенести построить расширить надо 4 населения у меня она плох очень растет факторы роста росты для избежка фасленин 27 постройки один кстати надо сказать то что мы играем на высоком уровне сложности но не на самом высоком не на не на легендарном вопросы на высоком ничего не поменялось просто у нас произошло небольшой чпс со старыми сохранениями и поэтому пришлось снимать видео заново но ничего зато теперь игра за нормальных пацанов бьет который крутят дули как бы всем в принципе у саша тоже дули крутит я считаю что мы выбрали выбрали категорически правильную как бы вообще религию крутить дули это всегда круто в общем я не знаю никто что мне хочет торговать не тела не шли никто не может пойдем грабить потому что я отрезанная от всего блять мира вообще который вот не надо но как обычно короче смотри зато те сзади никто не нападет налоговая ставка минус 2 это это провинция взяточник чё такой взяточник а ну правильно я хотел поинтересоваться почему тебя так мало войск у меня видишь корабль у меня корабль и обычный этот военачальный да я вижу но просто это мало войск у меня ну я согласен я пытаюсь как-то набрать у меня он на границе там уже нормальные пацаны как бы с пиками точенными стоят а в городе с дроченными пиками сидят как бы ждут когда нападать надо то есть если с пиками не справиться с точенными эти с дроченными выйдет как бы помог вообще надо ага рим уже пошел вообще надо как-то короче с этой петродавы разбираться согласен в этих тоже дуля вот когда откроешь дипломатию там есть такая иконка типа две руки держатся друг за друга это значит с этим народом можно заключить конфедерацию то есть ты ему вот как вам дерево горе то есть они под твои знания все заходят все территории все войска да 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 ну это надо с ними иметь хорошее отношение также то с ними дружить торговать как ты говоришь там дружба жевачка я не дуял как раз вот отличный пизда ты друг просто как раз иду с ними дружить со всеми зерновая усадьба строится тут блин что-то такого списка пищи минус 1 блин у меня пищи мало мне надо надо снимите разбираться ладно но все-таки цивилизованные люди поэтому я дам им последний шанс как было при всех как бы сразу последний шанс и сам даю так это что подожди стоимость доступ к срокам буш к себе на тут что общий натиск бонус к натиску всех сухопутных отрядов нет чрезвычайные меры на сельская плотника при осаде мало толку от тех кто не может сражаться мы согласен я не знаю наверно возьмем вот эту хрень пускай будет она так я делаю последний добрый жест до старны я предлагаю вам торговое соглашение они низкие я вышла ты последняя я предлагаю вам 1130 если тебе страшно идти так и скажи чё ты там предлагаешь я предлагал нам я предлагал так слушай а у них то не дуля да ты что а если у нас как бы балканская у них кельты на кельтов не жалко можно все так это даже будет не брата убийства ну грубо говоря типа там не своих то дуприть буду в очко как бы этих ладно сейчас войска строятся пацаны уже выехали я могу только так сказать исследование завершено повышение ранга отлично вот эти там мой сановник этот коррупцию там насаждает в македонии ослаждает как по полной или полностью там всех коррумпируют этот человек провод слишком много времени с моряками в порту переселить его пока он не набрался от них турных манер грубиян грубиян подонок кстати почему я же нанимаю войска чем хочет саня почему тебя 70 одна дуля у меня 83 то есть я больше потому что да у меня слишком много нет сейчас скажу как еретик у меня греческая культура пытается доминировать моя падает где ты смотришь нажимаешь на поселение там есть снизу иконки сведения провинции подробности там лука такая ну ты сейчас наверно не сможешь нажать и вот наводишь на долю например курсор и там пишется о культуре вот у меня вниз моя идет а греческая наоборот вверх а тут прикинь прикинь у меня кельты вверх идут вот видишь моя вниз падает на 01 а кельты занимают 11 процентов а герман ты 48 но как бы пока говорите что все спокойно так мне небось это еще ах не могу хотя почему не могу захватите больше земель чтобы повысить уровень империи понятно у меня не хватает этих полководцев слушая а я как-то я наверно не могу до построить никакой порт мнение там ты не сможешь как обычно от оливия молодцы нормально себя чухает вообще одесса что ли одесса а вот я хотел как раз таки и спросить это что одесса по ходу но одесса где находится я не знаю на черном море ну значит у меня одесса ах одесса а у тебя что у меня мальва ну а войска готова все как раз зима ушла можно короче идти и бля и драться со всеми так что это цену не дохно даже не копейщиков блины не хочу устроить потому что она будет снимать еду ну даст гарнизон за туда и смогу нанимать копейщиков подождите а я сейчас не могу нажимать твой нанимать копейщиков что ли можешь а че туда а в каком-то смысле на гарнизоне знатный ух ты есть копейщики у меня отчет чем за прикол ладно мне надо чтоб короче население росло саша что эти вам сказать так значит так я все сейчас наши точно делаю последнее предупреждение от китайская просто последнее предупреждением елы значит вы козлы такие торговое соглашение с низком вот так вот все все саша я сделал все шернем возможно так значит вам я предлагаю мне надо право на проходит чем уходи что ли у них не понял в чем прикол прикинь меня это лупа ты понял кто сочетание лупа как ты понял дальше может меня пропустить по ходу так нажми на него в дипломатии и посмотрели у тебя какие соглашения с ним заключены там может быть договора не нападение кстати на кого идешь ну дальше на петрадал тут посмотри может у тебя там договора не нападение стоит петрадал да открой там справа есть какие-нибудь пакты заключенные с ними именно да 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 она начать переговор договоры торговая сапула торговая на ненападение правопрохода патраны подожди что это мне еще лупа выбраны батраны у них только есть долг блять договор не нападе ну вот теперь если на крестик нажать посмотреть сколько ходов надо ждать нажать до разрыв договора скорость его пользую заключение считается предательством это прицель любые фракции осталось ходов всем обалдеть а затем ходов а там откроется ну о чем и речь кстати вот этого своего воина присоедини к армии он тебе будет прокачивать военная подготовка да он будет прокачивать это хорошая люблю каша по ним я накачиваю что они должны это мужик как бы своего народа они должны как бы защищать всех так значит я хотел в принципе что сделать нанять отряды всем ходов ждать обалдеть всем ходов для того чтобы пойти не ну ты можешь конечно и сразу напасть что меня потом все закрывали ну да ты же сказал тебе не страшно не она мне не страшно конечно но можете таки рассчитываю на долгую игру долгу плодотворную игру с македонию мне чё там договоров нет тела договора не нападение 7 ходов тоже а эти три баллы тоже нет нет никаких договоров отлично а пульпу дело но то есть македонии по моему да 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 с ними ничем нет они еще и ко мне плохо относятся а у них это же доля но доля потому что там лишь мы сановник стоит и потихоньку там мою религию проповедует но надо же как-то это сбалансировать они у меня я у них пока ничего не могу делать пока только нанимаю наращиваю мышцы не но туда я как бы так подумал смысл мне здесь стоять у этого территории если я не могу себе ничего нанять и так далее запуск возвращается обратно да ты либо там вот у тебя второй человек стоит там нанимать потом отсылать они это извращение пусть на свою территорию зайдет не кстати ты можешь и оттуда по моему нанимать просто не дольше задачи могущественное качество растет и многим это не нравится пусть наши разведчики присматривать за малодушными завистниками на следующего агента для сколько денег кстати еще 300 у меня 544 а доход у тебя какой я не знаю почему так мало но он почему-то стал 160 у меня 525 я конечно боюсь спросить но почему у меня доход 160 может быть на содержание войск уходит много вернул нет ну ты нанимаешь кого-нибудь 13 отрядов в первом в первой армии 7 в другой то есть в суммарности у тебя 20 отрядов но и считай каждый отряд требует содержание вот наводишь на любого бойца и там слева менюшка вылазить там 80 копеек например 70 90 военачальник 200 короче да чем больше ты нанимаешь цель на не следующего агента соглядатай короче чем чем больше ты нанимаешь воинов тем больше меньше денег обидно под поцелов как бы нанял подсуетил как бы вооружила бить никого что у меня корабли конечно дорогие 400 что так 1616 бойцов у меня чего вынесу это должен козла на следующем мне кажется я его должна в тобой там ой 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 ты смотри читер боги войны македония так как он устраивается слушает компьютер читер читер кстати когда играл с другим саша в эту игру получилась он что-то закономилось что вроде как короче компьютер немножко читерит подстраивается под игрока да и начинают чуть-чуть получше на шаг вперед да он постоянно позиступили а лупы со скордистками с у казахской дисков и двор стреляю в упор я выхожу я выхожу кто там воюет кто кто подожди кто такие кто такие скордистки у братаны они еще со мной войне все саша я я выхожу и в поход на сбить морды да сейчас куда-то хоть идешь на налево от king нет подожди у вас полечит не на техник не напал скордистки да это немножко правее вот эти вот левее вниз точнее да 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 вот эти вот они они напали объявили моему войну моим пацанам так вот так вот пройдет я ж таки хочу папа не дохожу пока ладно два хода не уже холодная так мне надо дальше что охота за головами плоскодонка будет простройка молодежная мастерская мне готовки не строить не не подожди я не туда пошел мне надо чтобы было провизия потому что там где нету провизии нету войск один это войско другие войска заходит и как бы женщине детей наших забирают я короче заканчиваю ход что такое кто из вас и на действенность и как не разобраться сина ну зайди в дипломатию посмотреть где там сильно нет 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 а все все туплю вот я все забыл значит сина герой войны и будешь партизан нет соколенных глазами идеал авторитет стоимость у нас здесь лишь он спит успеха рвение как компаника это больше двигаться исками все и заканчиваю давай саша я предлагаю тебе провести битву не автоматом а не драться самому мы это посмотрим и на этом закончим наш это видео а в следующем видео буду драться я ну как бы скорее всего конечно сосну куйцов ну как бы это уже другой вопрос а ты просто обязан победить обязан такой чтоб я сам сражался на лично самолично саша чтобы ты взял меч и пошел со своими воинами в одном ряду и показал как одесса наказывают пуль пуль пуделу покушение получилось да это войско не может укрепиться дальнейшее перемещение это армии снижено вдвое авторитет минус 1 были на мне надо было чтобы он вообще не мог двигаться смотри что я тебя хочу сказать пуль пуделе всем гарнизона плюс четыре отряда когти гарпии то есть это уже 11 и у этих 14 это 25 отрядов против 16 саша 25 разрыватели ртов против богов войны и когти гарпии чему что еще подман подманить но у меня уже денег нет ее на содержание уже нет тебя с самыми тряпками честно бьют здесь как бы гляди правда было не было нет ну давай конечно народ требует ой 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 их союзники афины спарта но они там внизу конечно не ну все пусть себе там это не наша проблема союзник объявили войну поддержи меня в этой войне а я не могу отклонить да смотри не присоединились к ним афины спарта нет не вписались нет не вписались они короче союз получается расторгли автомат ой 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 ты посмотри тебе сказал что там куча ты саша я не знаю что тебе делать только бороться еще раз бороться до конца потому что ты уже встрял как бы все отступил ну да саша о чем нет сердце схватило саши мы же мы же это варвары практически как ты мог мне кажется он в сторону часа пауз пилон да все мне жопу уже не давай хоть на свою территорию все проблеми чем дарать так на родной земле ну да смотри убежал цикла нет я считаю это просто грамотное использование своих ресурсов прагматично как может мне лучше не идти к сидень дун а пойти к тебе да нет и иди там тебе лучше захватывать территории поскорее я конечно рад то что спарта и афины обдумались и не вписались за этого молокососа вонючий македонцы че то не вонючее не моются ну да у меня почти 16 отрядов тоже но я захожу короче нет подожди так это не сначала надо напасть на них или как нарушение границ так ты ему войну объявил ты с ним в войне вообще нет а чё ты к нему идешь тогда ну потому что он напал на моих друзей сверху ну то конечно не просили тебя но я сам спросил ты смотри у него гарнизон там 6 отрядов и 20 в этом полная армия еще может слева там стоит кто-то дополнить и ладно хорошо я хочу прекрати только я не могу отойти ну все ты на нейтральной территории да ладно что там такое что там говорят что видели дикую охоту ваш народ боится гнева богов и ждет что вы вместе жертву принести дар богам и дар богам я не знаю нет учебе по башке не дали а вот так со своими богами народ там народ сделает так как я скажу конец схода саши я хочу поймать это будешь замутить да я сам хочу персонаж ранен вражеский саглядата и напал на вражь на важную особу и нанес ей увечья задание правами он ранил моего этого военачальника почему потому что ты дал заднюю надо было сразу бить сразу надо было бить а в конце концов ты отступил он где догнал их спину ударил как крыса виза все ты потерял свою как бы неожиданность или возьми короче напади вырежет этих козлов которые тут как там черти анфея 4 штуки вот вырежи их просто как 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 я к нему пройдут а не вам не попадаешь к нему нет я максимум до этой области дохожу и вот до сюда я могу конечно вот так вот обойти и вот этого ну да ну я с ним не веду войну отношения с ними очень просто был вырезать корр когти гарпии уже как бы минус ну смотри если я сейчас нападу на пульпу дэву то вот эти вот когти гарпии не доходят доходе доходит области нет 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 у меня 14 монет в казне и доход 68 но тяжело тебе да я тоже чуть не встрял ты пошел в драчку 3 баллы давай может на них ну ка если вот так вот раз вот войска у меня же денег нет меня нет денег мне тоже не шибко баба но в чем не делать то я не знаю подождать а чего ждать а че ты на анфею не напал да у меня с ним договор о ненападении просто тебе бы на него было бы выгонять ты мог бы из берега водой с воды ударить из земли да я так и хотел просто договор о ненападении понимаешь ну как и у меня напасть или не нападает пока короче еще свои войска вернул вдвоем нападем если за тебя за подписался подпишем я вернулся на трюк да с ними то я вне войне смотри че делай отходи если можешь он без всякого подкрепления хотя хотя у него 685 у меня 784 у него видишь конные сарисофоры какие-то наемная тарникийская конница я не могу ни тебя ни его выбрать короче смотри сам вы чисто 16 на 16 что-то ты по ходу как бы по авторасчету ты всасываешь нет да по авторасчету мне показывают что нет но сила твоей армии желтенькая а его кран он почти давит мою ну то есть ты а ему в сенс ну да у него конницы 5 отрядов 6 ну я метальщик вот эти первые копейщики вроде бы как сейчас но не знаю Александр как он будет сражаться потому что в ром total war обычно у него это очень шлипко умно получалось да коняшками по кругу кататься и настреливать или там по кругу кататься а потом их так редко ба-бах и разбили теперь наша настал опять черед показать свои командирские способности в игре немножко интересно сложность битвы тут какая стоит тоже сложена конечно да это плохо не почему я вспомнил почему я перестал играть в total war в этот я конечно нупы и не умею играть но мне не понравилось то что я из-за своей криворукости и из-за игры что здесь мои лучники почему-то никогда не нормально не стреляли то есть его лучники все четко там залп 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 мои залп яйца почесали залп безрухому на луну как бы дело сделали ну то есть или вообще не стреляют ну в общем как то мне не понравилось вот я играл в шугун там лучники конечно жесть слушай а как я могу тебе передать часть войск не надо почему ты будешь только смотреть да я хочу посмотреть ну ладно ну я думал ты поучаствовать хочешь не я потом с этими войсками поучаствовать если успеет тебе дойти и будут не участвовать слушай а почему не тебя одеты какие-то разные одеты бомжи какие-то вот не надо сейчас скормить моих ребят не ну смотри реально они как такие но они же они же варвары что такие хотят типа ты думаешь что это жизнь заходит смотри может может быть мы сейчас увидим в действии тактику значит фактическая конница у нас заняла передовую линию отряд состоит из двадцати восьми бойцов эти ребята легкие стрелки всадники они уверенные свежие то есть ну как бы хороший день чтобы умереть они считают вот мы сейчас максимально приблизим и прям смотримся в их не лица вот у этого нос грязный даже видите не знал что сейчас на войну не ожидал да не ожидал что грецко придется идти умирать вот щечка грязненькая этот тоже ты их убрал мы не успели их рассмотреть ну ладно какая разница я просто давайте я вот так вот еще медленно камерой прилечусь чтобы запомнили как бы лица этих ребят потому что как бы сегодня мне не вернуться домой это явно пошли в атаку пошли в атаку орлы тем временем что саша саша перекидывает свой войска на лево фланг нет он делает ход конем идет прямо в лоб я думаю щитоносцы которые в количестве 56 человек жаждут боя а их общая сумма я напомню 660 чем-то человек и сейчас саша на конец хочет я хочу полководца хотя бы убить смотрите был была отдана команда и ребята затаились они ждут пока еще как расстреляют далеко нет нет саша их веско подходит назад был первый зал первый зал первые потери нет потери нету нету потери для дротиков фракийская конница уходит далеко на левый фланг в погоню идут метатели дротиков слева идут наемная тиранийская конница они пока что еще не проявляют свой потенциал где-то далеко сзади щитоносцы жаждут боя но почему-то не идут самом сзади хотя жаждут боя саша пытается по левому флангу пойти сзади и ударить как крысы из инвиза как я предполагаю что это будут щитоносцы которые командир да 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 так тем временем метатели дротиков рвутся метать свои дротики в сашиных ребят рядом с ними только плиты прачники и прачники соответственно ну и остальное паре по паре идут тоже сзади тем временем саша наносит стремительный удар сзади конница пошла три раза стрельнула огненными стрелами так он подпалил у ребят горят пуканы нет они побежали сзади три залпа не дали результата залп нет залп нет 56 из 56 но что такое непробивные ребята но сашины пацаны не сдаются я не прям в спину стрелял нет залп нет нет одинокие попытки нет нет саша навязал ближний бой потерял одного убил одного потерял шестерых убил одного да это конечно печально погорячился погорячился фактическая знать даст по башке потери у врага один саши 6 вот это я говорил стреляешь стреляешь папу у меня уже у меня уже скоро все снаряда кончится и тем временем наемная триницкая комета развернулась и любить бить саши лицо наши остались без снаряжения все стержень закончилась садиться мне не надо бить саша на тебя заходят фракеты конные серьезные заходят прямо твоих стрелков застрельщиков по ним стрельнули они одна конячка умерла нет семь конячек умерло нормально так стрельнули пацаны и все таки они настигают твой отряд наши ряды трогают о они уже бегут ампосы и одесситы побежали ну че это такое да это тяжелый уровень сложности саша это тяжелый уровень сложности тем временем твою пехконницу сзади которая расстреливают наемные чехтунские эти твоя конница побежала где собственно отряд сколько ты убил ты убил саня это поражение я думаю мне кажется это все это поражение опа давайте смотреть синий синемографический режим так я короче понял вид от первого лица я снимаю я снимаю твоих ребят тут у них прям летят стрелы класс но я не хочу я не хочу смотреть на это с первого лица это горе в моей в моем городе саж обязательно приспользовать приспустят знамена в честь как бы это будет наша моральная смотрите на это отряд пацанов которые просто бросились на амбразуру и погибли за свою родину кто не погиб их расстреливают сзади наши бегут с поля боя наши бегут с поля боя какой позор это не позор это это статистика это статистика наш военачальник погиб они погибли в массивное наступление телематический режим смотри смотри смотрите прям как в спарке и они врываются пошел замес пошел замес ребята господи этого парня просто просто замес жесткий замес в котором к сожалению поигрывает но все они все побежали о том что мы переживаем вместе с народом одессуса этой потери молодых пацанов которые не вернулись фронта и вряд ли он завернуться в этом мне кажется скоро и кампания закончится по крайней мере у меня он сейчас просто зайдет в город и все завершить битву мы не будем сохранять же понимаешь опустить еще рубрику по total war shogun и ты просто убедишься какая колоссальная разница между учениками которые здесь которая там да я думал как бы будет не против добавить немножко самураев типа кия кия суши самурай катану все дела аниме ну не ну с аниме ты уже переборщил была граница с аниме ты за нее переступил мы не будем лучше давай думать как спасать твою жопу мне кажется мои разрыватели ртов разорвали рот себе да да погорячились название нет мы просто погорячились нет я не думал что он настолько жесткий будет конечно надо было все такими нам того лоха нападать который справа с нету и кораблями из суши наши македония сейчас сошметки своей великой армии отправляем одесса спусками зализируют раны там у тебя есть четыре корабля плюс там гарнизон там ты в принципе должна сдержать оборога мне кажется он сейчас догонит просто на армии добьет это было бы логично если он возьмет тебя в осаду я подойду ударил его в спину что пони же д потому что к тому нам огонь дают нет нет я прогоню его с самыми тряпками своей территории ты строишь армии пойдешь восстановишь свое честное имя обязательно обязательно три отряда мне уничтожил пану беги саша скрывайся смотри вежда на карте мечи скрещено позорное место теперь нам на территории будет отмечен но что мне делать прошло мнение избеги я не могу уже отступить начать битву сразу беги нет не получится я даже если убегу он короче уничтожить автобой автобой это будет слишком большие потери может сам сам попробую хотя бы военачальника забрать его у тебя тоже он подкачаны пацаны есть да побежали сразу еще враг не виние нет не показался не уже бегут но подожди давай разберемся другой стране они стрельнули стрельнули как будто не для себя вы ну конечно я понимаешь хотел чтобы их семьи жили в достатке в богатстве и поэтому решил заходить за сети да они себя так ведут него не уважают неблагодарны это рассказываешь у меня сердце кровью обливается насколько вот вернуться остатки моей армии если вернуться домой я скажу честно живи все их семьи их детям где где шестнадцать отрядов куда ушел мой сын что я отвечу этому старику скажешь пацан к успеху не фортанула получиться и вортанула даже с территории своей не вышли ну я не знаю может быть на карте найти такое место какое-нибудь знаешь проходе какой-нибудь где-нибудь стоять по спартански 5 войска да он масса меня раздают всяко лучше чем в поле стоять нет именно в самом лесу да так там они как-то прячутся там что какую-то фигню там делают и пару отрядов так вот кинуть типа чтобы он меня видел куда идти мне кажется он так знает куда идти из нас компьютер а лучников на какой-нибудь бог может быть типа знаешь с фланга застреливать мой начальник вступительную речь какую-то толкают посмотри в любом случае копейщики которые у тебя стоят это я вижу тебя средняя пехота их нужно хотя бы минутам построение типа там копья вперед выстрел нет у меня вообще таком не я думал конечно что есть по пике вперед там или как стена из пиков там или как он называется ну чё то у них нихера нет тебе надо стараться этими лучниками стрелять как бы цельным залпом идет на тебя от этой но чтоб они все в него так и скинулись то нихера не стрелять не цельным вот 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 в этом проблема этого вора или проблема слишком архи большого компьютера не знаю кого обвинить как это мясо подвинуть ну чё там давай на среде ты смотри сколько у него и конница и лучники все что нам не раздавит как клопа просто размажет по этой же земле ну выбирать автобитву не вариант боевого военачальника видишь где в конце идет жаждет боя паску я смотрю со стороны пацанов не сейчас подойдут и назад побегут из леса выбегают да пусть бегут пусть бегут домой к детям к семьям пусть бегут да никто не добежит да ты не понимаешь конница пошла нет тормозной нет перемог к основе что его застречки будут сейчас меня обстреливать конечно уводи пока копейщиков наверно уводи в лес типа вот так называют да нет далеко сильно вот сюда если вдруг конница пойдет ты их сразу вперед выкидай а так застрельщики пусть твоими застрельщиками перестреливают смысл тебя у меня предел вот здесь вот ну отсюда могут стрелять я понял понимаешь то есть он вот сюда вот только подойдет и они только начнут стрелять ну ты же сам понимаешь если они сюда придут это уже все да да просто тебе по факту твоих копейщиков надо чтоб они просто конец завязали с собой чтоб конница не ударят тогда ты хоть пару раз успеи стрельнуть потому что конница как ударить они точно все поделут наша засада обнаружена наша засада обнаружена господи конница сейчас будет идти слева и справа с двух сторон заходит я хочу показать это в киноматографе вот пану вот пану бля у меня аж залагало все да прикинь кином киномоторов меня не тянет короче у меня вообще все залагало да у меня тоже подлагивает а так это может я подлагивает да наверно не будет кошмар у тебя сейчас повисло все уразисты Угу. Да что такое? Держался влагатный человек. Ничего, сейчас моих перебьют. И перестанет лидать. Так кидай их в бой, капецик. Так кинул всех. Наши ряды трогали. Наши ряды трогали. Убейся на смерть. Куда ты бежишь? Ублюдок. Что они? Они даже бегут, не могут догнать их. Просто расстреливать по пути. Интерна ARE. Эхим, что делается. Мои гоняются. Они их растрянут. Наши бегут с поля боя, какой позор Да я тупо в спину твоих расстреливаю Поворачивайся я Я не успел, залагался Наши бегут с поля боя, какой позор Ну все Наши бегут с поля боя, какой позор Эх, Одесса Всего лишь 35 Ну хотя бы было более-менее честно играть Было 412, потери 318 Проблема в том, что ты сейчас его раскачаешь Я своими силами его не набью Ну, я его хотя бы то что, по 35, по 80 человек убиваю Ну то есть ты убил 110, потерял 600, один в пяти Конечно, жестко он уже Отделал Не ожидал я такого Ну, кто ж ожидал Все это печально, конечно Очень печально Ну ничего страшного, сейчас Мои войска придут Так же у него соснут И, скорее всего, на этом наша компания Законация будет закончена В 215 секунд Надо еще подождать, пока задолжишься Если нет, то все Саня Не расстраивайся Да че Справимся Смотри, сейчас как на моего Нагнет Просто проткнет как-то, не знаю Не смотри, еще убежал Надо же И второй свой взгляд забрал Тилов предлагает нам договор о нападении Наверное, лучше соглашаться Я понял тебя Тила это вот снизу Они в войне с Македонией Кстати, я птичка Не знаю, этот мужик на Тилу пойдет или на меня Вы сделаете технологический скачок Ты с ним заключил, да? Да, о ненападении На Македонии пойдешь из всего захватывать То есть, если я объявлю войну Тиле И позову тебя как союзника Ты нарушишь Дипломатические отношения Да Понимаешь, если он сейчас нападет на Одессас То есть, Рогнешка То Одессас оправдывает свое название Ага Последний вот этот вот Сос Да, да, да Так, но я неудобно Технологии Эти скрещенные мечи на моей земле Это, знаешь, как Как мозоль На видном месте Теперь будут Всегда мне напоминать о этом Позорном поражении Ну все, ну все Ну не надо Ты справишься Я просто сотру их с лица земли Всех македонцев А что там такое? Всех там повырезаю Так, ну на этом, наверное, все Повоевать Саша Немножко, правда, чуть-чуть неудачно Но я думаю Мы реабилитируемся Я уже Учусь Как чипы дают Нему на помощь Спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Обязательно комментируйте видео Мы с удовольствием всем ответим Да, может быть Может кто-то подскажет Тактику Как вообще Как вообще справляться в таких ситуациях Когда компьютер явно имеет доминирование К примеру У нас случники не стреляют Они стреляют Очень интересно Если вы хотите увидеть какую-нибудь еще игру На совместное прохождение Или на прохождение Просто даже одиночное Пожалуйста, пишите обязательно Если вы хотите, чтобы мы играем на каких-то Проектах По вселенной Самп МТ И так далее КРМП Пожалуйста, пишите свои пожелания Обязательно все прочитаем Все сделаем Все снимем Все покажем Спасибо тем, кто у нас есть И спасибо тем, кто у нас подписан До новых встреч Всем пока Всем пока Всем пока